Для нашего театра это очень большое событие, так как мы ждали его на протяжении целого года. В прошлом году, в 23-м, состоялась творческая лаборатория при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации. Сергей Щедрин в этой творческой лаборатории победитель. И в этом году, вот уже на протяжении месяца, наша труппа, наша цеха занимается именно постановкой данного спектакля. «Отцы и дети» Ивана Тургенева – это одно из величайших произведений русской классической литературы. Произведения, которые во все времена будут актуальны. Поскольку конфликт между поколениями старшим и молодым был, есть и останется. Такова жизнь, таковы реалии. Но современное поколение, не всегда читающее и воспринимающее классику, требует новых форм подачи материала. И вот здесь прекрасно вписывается концепция интерпретации отцов и детей от московского режиссера Сергея Щедрина. Поэтому новое прочтение произведения, которое нам показывают артисты, вписывается в понимание молодых людей. Режиссура и музыкальное оформление проливают яркие краски на русскую классику, заставляя зрителей на одном дыхании проживать жизнь и эмоции героев. Современная музыка, эффектные костюмы придают особый шарм и новаторство постановки. Мы все равно как бы передаем тему, мысль ту, которую хотел сказать Тургенев. И чтобы она была легче для восприятия, потому что, ну, как бы чего не говорили, но мы упрощаемся. Упрощаемся в смысле общения язык, а не соблаговолить его и милостивый государь. Для нас сейчас так сложно, потому что у нас в основном отл, привет, спасибо, хор. Ну, в общем, мы сейчас сложно воспринимаем такой язык, и я его немножечко упростил, в смысле приблизил к современности. Ну, и сразу же, как бы, обстановка потянулась к более современному, ну, чтобы зритель воспринимал это как будто это сейчас. Это воображаемое сейчас. Следует отметить большой объем работы, проделанной в кратчайшие сроки актерским составом. Их игра потрясающая, хотя для любителей классики будет не совсем понятно и приемлемо. Сказал, что не нужно признавать авторитеты. Я испытал такой восторг, словно праздновал. Отметим проделанную огромную работу специалистами за кулисье. Без них на сцене не было бы полноценной картинки и интерпретацию, которую замыслил режиссер. Декорации играют большую роль при создании спектакля. Тем более, что в постановке «Отцы и дети» было принято решение изготовить массивные деревянные декорации, которые придают всю колоритность русской усадьбы 19 века. Хотелось как-то переработать усадьбу и сейчас в современном пересмыслении русского дизайна, славянского. Часто используется дерево. И как-то хотелось осовременить и русскую усадьбу 19 века. Как-то пересмысляют сейчас дизайнеры в Суздале, в других, и в польской архитектуре, и в русской. В общем, это в современном дизайне пересмысляется активно, используя дерево. И вот такие вот, в общем, это такие наблюдения просто за современными тенденциями. Спектакль – это большое событие для театра и каждого, кто принимает в нем участие, в особенности, когда работа осуществляется с российскими коллегами по цеху. В дальнейшем также планируются проекты с Московским художественным академическим театром, а потому в будущем нас ждут новые, не менее захватывающие спектакли. Потому что для нашего театра, для нашего города это событие. Событие большого масштаба, так как спектакль на большой сцене. Режиссер и художник-постановщик – это московские коллеги наши. То, что немножко дает возможность для развития наших актеров, ну а также и нашим работникам смотреть, наблюдать и учиться. Потому что процесс всегда такой, что век живи и век учись. Никогда не нужно останавливаться, потому что пределу совершенства нет. Чем и занимается наш театр. Мы совершенствуемся, идем вперед, развиваемся. И я вижу этот результат. Арина Смолевская, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.